Привет! Опять проповедь по вторникам и сегодня я снова буду вам препарировать мозги. Пока умалишённые бегают и скупают недвижимость всю подряд, мы сегодня будем разговаривать для тех собственников, которые застряли в недвижимость и упускают жирный шанс продать сегодня свою квартиру и разъехаться с родственниками. Сегодня очень сложная тема для тех, кто сидит и не знает, что ему делать. У него застряла доля в квартире с сестрой, он не может никак уговорить маму разъехаться из большой квартиры в центре и купить себе новостройку с женой и жить отдельно. У супруги разные взгляды на котлеты, готовку киевских котлет с мамой, и поэтому они давно конфликтуют, и вы живёте на съёмной квартире. И для тех, кто не понимает, как выкупить долю, например, у брата, который подбухивает, или куда-то его переселить и так далее, или наоборот, предложить в обратную сторону забрать деньги и уйти из объекта. Вот для этого мы сегодня и будем с вами снимать это видео и разбирать всё в деталях, и самое главное, разбирать ваши ошибки, и объясню вам, почему вы сами никогда не сможете договориться со своими родственниками. А перед тем, как, собственно говоря, я это начну, есть два сообщения для вас. Первое и самое важное сообщение в том, что когда вы игнорируете мой инстаграм и не подписываетесь на наши телеграм-каналы, которые вот здесь сейчас показаны, и ссылка на них в описании, то вы упускаете массу аналитических информационных поводов, которые я не успеваю разбирать в видеоформате, вы не получаете аналитику, вы не получаете какие-то советы, и самое главное, вы упускаете скидки в телеграм-канале «Угоня движимость» на те объекты, которые мы даём, а у нас часто бывают объекты с жирными скидками по 7-10%. Поэтому для тех, кто ещё не подписался, вперёд по ссылочкам, подписываемся на наши телеграм-каналы, на мой инстаграм, потому что там совершенно другие форматы. А теперь погнали. Итак, о чём же сегодня пойдёт речь в этом ролике? Мы разберём три самых важных момента. Разъезд с мамой и папой. Почему я выделил маму и папу, а не написал родителей? Потому что часто бывает так, что уже одного из родителей, например, нет живых, или родители в разводе, и вам нужно будет разъехать только с мамой, или с папой, или с родителями. Раздел квартиры с родственниками, это с братом, с сестрой и так далее. И я вам расскажу, почему многие из вас пытаются продать квартиру, но нихрена её продать не могут. И выкуп доли у родственника. Погнали. Итак, первая схема разъезд с мамой и папой. Степень сложности 7 из 10 баллов. Это достаточно сложно уже для обычных людей, для понимания тех ошибок, которые они делают. Но самое важное, что это ещё не смертельная сложность в разъезде. Основная и главная проблема в том, что родители привязаны обычно к району, в котором они прожили ни один, ни два или три года. Вторая важная проблема в том, что родители часто привязаны к тому, что они делали в этой квартире. Если у вас эта квартира наследна ещё с советских времён, и вы получили там долю по приватизации, а ваша супруга там, например, или наоборот супруг уже говорят, что давай съедем от родителей, мне заколебало жить с ними в одной комнате, или вы уже съехали на съёмную квартиру, но хотите забрать деньги на первоначальный взнос, то чаще всего главной ошибкой бывает такое. Приходите к родителям и говорите, мы нашли себе новостройку. Они говорят, прекрасно, а мы тут при чём? Ну, мы хотим со Светкой, вам нравится имя Светка, я заметил уже по прошлому комментарию, мы хотим со Светкой жить в другой квартире. И, соответственно, мы хотим новостройку и так далее. Всё прекрасно, ребята, но так не заходят на разговор с родителями. Так не начинается разговор с родителями. Разговор с родителями начинается с того, что товарищи родители, там, мои любимые, мама и папа, я вот подумал так, давай я вначале тебе подберу квартиру чуть меньшей площади, мы найдём для тебя комфортную квартиру в районе, а на оставшиеся деньги возьмём первоначальный взнос и купим новостройку. То есть главной ошибкой заключается в том, ваше эго мешает договариваться с людьми, то есть по старой притче. Вначале нужно что-то дать, а потом уже забирать. Вы пытаетесь прийти с разговором что-то забрать. Рассказываю часто распространённый кейс, это молодые люди приходят на разговор под давлением жены, я здесь больше жить не хочу, соответственно, с твоей мамой у нас разные взгляды на воспитание детей, на всё остальное, давай съезжай. Отлично, пилит тебя. Ты приходишь к маме и папе и начинаешь говорить, мы так подумали, что мы хотим жить отдельно и так далее. Что вам говорят родители? Живите отдельно, прекрасно, съезжайте и так далее. Вы не приходите, не делайте расчёт. Вы не считаете, что если вы сейчас съедете на съёмную квартиру, вы будете платить деньги, а значит можно, например, задействовать сразу ипотечные средства и так далее. Рассказываю вам кейс, который был не в Носковском офисе, а в Краснодарском. Кстати, часто я в комментариях читаю такую чушь. Ребята, я работал в 47 городах России. В 47. И всё, что я рассказываю, не надо мне писать, напишите в Краснодар, напишите про Ростов, а действует ли эта схема для Москвы и так далее. Эти схемы действуют для всей России, для всего бывшего Советского Союза. Везде живут люди. Так вот, рассказываю вам ситуацию. Четырёхкомнатная квартира в Краснодаре продаётся полтора года. Полтора года не могут продать. Когда наш специалист приходит в квартиру, обнаруживаются там детские игрушки и так далее, но самих детей и уже их родителей нет. Продают пожилые, мама и папа, эту квартиру, и мы спрашиваем, а почему вы живёте в четырёхкомнатной квартире? Из долгой беседы, разговора, потихонечку вытаскивается информация, что сын давно съехал на съёмную квартиру и живёт за 16 тысяч рублей, это по краснодарским ценам такая достаточно нормальная квартира, на съёмную квартиру. Теперь, когда спрашиваем, а почему вы не съехали, не могли продать, потому что главная ошибка бывает такая. Люди вначале смотрят на цены альтернатив. Складывают эти две цену а и цену б, складывают между собой и получают цену ц, якобы у них нет доплаты, как считают эти люди, и, соответственно, выставляют эту цену ц сюда. Естественно, приходящий покупатель говорит, ребята, я по такой цене квартиру не покупаю, дисконт минус 10%. Что говорят ему на этой квартире? Мы не можем разъехаться, нам не хватает денег и счётчёт. В чём была самая главная ошибка? Во-первых, вы не учли, что здесь и здесь как минимум 7% было заложено при выставлении объекта в рекламу на торг. А следовательно, когда вы всё это сложили, вы всю эту сумму уже сюда загнали. Всю переоценку недвижимости, когда вы смотрите «Пацану» и «Авито», вы загнали это сюда. Так не делают. Сначала сделка начинается с того, что вы идёте с конца отсюда сюда. Сделка двигается вот в таком направлении. Вначале вы ищете квартиру родителям. Вначале ищут квартиру родителям, а потом уже себе. И когда мы Дмитрию объяснили, что «Дорогой мой, ты уже 16 тысяч рублей платишь, сейчас живя уже на съёмной квартире, ты не выдержал там пресс своих родителей и твоей супруги, то если бы ты взял 2 миллиона рублей ипотеки и размазал бы её на какой-то срок, но добавил, то тебе бы тоже хватило на разъезд. Поэтому о чём идёт речь? Мы нашли таким образом решение. Нашли вначале объект родителя. Потом нашли объект, соответственно, Дмитрию и его семье и взяли ипотеку, потому что он уже сидел на съёмной квартире. Ещё раз, решение ищется с конца сюда. Это главная ошибка, что люди вначале выставляют объект в рекламу, а потом попадаются в ловушку. Вот как раз второй случай – это такой. Значит, часто распространённый случай следующий. Два-три ребёнка получают квартиру в наследство от родителей. В результате приватизации, там ещё чего-то и так далее, получают большое советское наследство, иногда там трёх-четырёхкомнатные квартиры, а дальше картина маслом. Двое или один человек съезжают с квартиры, женятся, уезжают супруги, живут на съёмной квартире и так далее. А в квартире баррикадируется один из родственников. Дальше этот родственник занимает все эти комнаты и живёт в этой квартире на широкую ногу. Инициатором выступает обычно вторая половина, там муж или жена, и начинает муж свою жену пилить. Слушай, твоя сестра живёт в наглую, во всей этой квартире, трёхкомнатной, у тебя там половина доли, давай-ка с ней разъезжаться. Давай, говорит. Тем более нам денег хватит на первоначальный взнос, на новостройку, мы сейчас купим всё себе и всё замечательно, в ипотеку заживём. А всё, что мы сейчас платим за съёмную квартиру, будем платить за свою. Вперёд на сестру. Забегает сестра, а сестра говорит такую вещь, послушай, ну что ты, как мы сейчас разъедемся? Мы же, вот я тут, у меня уже двое детей, удобно в комнатах, и начинает бить по чувству вину. Вот ты, по чувству вины. Вот ты моих детей сейчас лишаешь раздельных комнат, я тогда хочу взамен двушку, а вам тогда не больше, чем на однушку хватит. Чего вы затеяли? Приходите, живите, я вам одну комнату освобожу. Или ещё что-то. То есть начинается вот эта песня. Дальше главная стратегическая ошибка. Инициатор берёт и выставляет объект в рекламу. Вот эту трёхкомнатную квартиру в рекламу. Сестра говорит, ну давай, хорошо, пойду на уступки, давай посмотрим, за что продадим. Что делает дальше сестра? Показывает квартиру она, а не вы. И сестра делает всю возможность, чтобы сорвать этот показ. Как правило, когда мы приходим в такие объекты, запарикадирующиеся там родственники говорят так, им надо, пусть они и продают. Нас здесь всё устраивает. Поэтому здесь жарим котлеты во время показа. Какает кот во время показа, вот этот вот ужасный. Дети носятся во время показа. Они не собираются продавать квартиру. Какую бы цену сюда не принёс покупатель, сестра говорит, нам не хватит на разъезд. Меня это не устраивает, меня то не устраивает и так далее. И вы заходите в клинче в патовую ситуацию. Начинать было с того, что вы изначально должны были прийти к сестре с предложением, что она может купить за такие деньги. А для этого нужно вначале оценить объект просто от и до, посмотреть, какие объекты рассчитывать. И самое главное, если вы хотите вытащить оттуда деньги и в каком-то виде, то вам придётся идти на уступки. То есть инициатор идёт на уступки. Если инициатор не идёт на уступки, совершает эту ошибку, всё, кошмар. Поэтому давайте-ка мы вот это не зачеркнём. Вам придётся идти на уступки, чтобы выковырить оттуда сестру. Заходящие в клинч родственники чаще всего не продают объекты. И поэтому часто покупатели, которые ходят с нами и смотрят на трёшки, натыкаются на такие квартиры. Мы берём их за шеврит и говорим, мы эту квартиру никогда ни при каких обстоятельствах не купим, как бы вам не нравился здесь ремонт. Поэтому ещё раз, когда одни родственники живут в квартире, другие нет, всё, кошмар. Лучше, когда родственники не живут в квартире, она стоит наследная, тогда её чуть проще делить. Но раздел имущества надо запоминать, то, что инициатор, кому нужны быстрее деньги, должен идти на какие-то финансовые уступки. Иначе вы никогда не разойдётесь никак. И опять, сделка начинается отсюда сюда. Наконец, третий случай. Третий случай такой, что прихожу я на один из объектов, где сидит такая же сестра, ей нравится жить в этой трёшке, её терроризирует брат, соответственно, дай мне деньги и так далее. И что я говорю сестре? А вы не хотите жить и купить себе трёхкомнатную квартиру, трёхкомнатную квартиру по цене однокомнатной? Значит, в чём основная идея? Часто проще взять под залог этой квартиры, а такие банки есть, и отдельный сюжет по таким банкам, которые дают сложные кредиты под залог недвижимости и не макро, и не являются микроорганизацией, а финансовой организацией я буду рассказывать отдельно. Такие финансовые решения есть. Но что вы делаете? Вы хотите трёшку оставить себе, так купите брату даже новостройку и так далее. Пусть он удовлетворится тем, что вы получите всю трёхкомнатную квартиру в распоряжении. Если у вас доля 1,2, 1,2, это очень выгодная сделка. Допустим, вы говорите брату, окей, у нас 70 метров, квартира тебе принадлежит 35, но если я тебе куплю метров 30 однокомнатную квартиру сейчас в новостройке, ты мне отдашь эту долю? То есть это фактически выкуп, обмен доляем. В чём основной момент? Если вы хотите такое решить, надо делать решение. Не предлагать брату деньги. Говорите брату о том, что слушай, наша квартира стоит тут 10 миллионов, но у меня пока есть 4, я тебе отдам. Это полный бред. Брат на это не согласится, потому что ему не нужны деньги, ему нужны решения. Поэтому очень часто мы говорим, надо что-то купить этому родственнику, такое, чтобы он был удовлетворён, а для вас это было выгодно. И выгода этого рассчитывается и просчитывается и так далее. То есть если вы не предлагаете решение, а пытаете откупиться деньгами, это очень плохая история. То же самое с соседями. Приходят и предлагают им деньги, мы укупаем вашу комнату. Зачем нам деньги, говорят соседи? Нам здесь нужна недвижимость и взамен нам нужна недвижимость. Найдите нам недвижимость, которая нас удовлетворит, чтобы мы отсюда съехали, и окей. То есть все переговоры строятся не вокруг, просто дал деньги и пошёл отсюда. Поэтому это главная большая ошибка. Что самое важное, хочу вам сказать. Основная проблема ещё в том, что особенно это часто проявляется в конфликтах между прямыми родственниками, братьями и сёстрами, это детские обиды. Вот мне мама там вот больше любила, меньше не любила, ещё чего-то. Начинается у нас, вот тут, кстати, я снимаю часто наши переговорки, вот это слёзные истории. Ребята, нам все ваши истерики и детские обиды, конечно, прикольно, но кабинет психологов, он там через дорогу. Наша задача решить ваши финансовые проблемы, ваши вопросы с недвижимостью. А вот тогда вытираем нахер слёзы, садимся и из иррациональных истерий приводим всё к рациональным расчётам. Только таким образом можно вытащить деньги. И ещё раз повторяю, сейчас хороший рынок решать вот такие вопросы. Поэтому, у кого такие проблемы, погнали, а наш телефон для консультации находится внизу. Пока.